Самбо – уникальное отечественное единоборство, популярное во всем мире. Однако, помимо развития физических данных, этот вид спорта направлен на формирование морально-волевых качеств человека. И в минувшие выходные в Центре единоборств прошел турнир по самбо, посвященный памяти Степана Жолоба. Очень важно знать нашу историю. И здесь, конечно, огромные слова благодарности Федерации дзюдо-самбо нашего города, что проводят такие турниры в имени памяти наших героев. Здесь, конечно, хотелось бы отметить, что это и партийный проект нашей партии «Единая Россия». Уверен, у нас у всех великое будущее. Вместе именно спортивная наша молодежь будет добиваться результата. Герой финской и Великой Отечественной войн Степан Михайлович Жолоб был трижды ранен, контужен. Победу встретил под Кёнигсбергом в звании майора. После ухода в отставку жил в Анапе. Сегодня та спортивная жизнь, которая есть на курорте, она среди детей и населения, она развита. И в особенности сегодня у нас основная большая задача – это развитие массового спорта, чтобы не просто спортсмены, которые постоянно приходят заниматься спортом, а именно то население, живущее в густонаселенных районах нашего города или в сельской местности, выходило и занималось спортом. После напутственной речи организаторов был дан старт началу турнира. На ковре встретились спортсмены разных возрастных и весовых категорий. Ребята говорят, что спарринги проходят непросто, но долгожданная победа стоит потраченных усилий. Бой был довольно трудный, соперница попалась не слабая, довольно достойная. Если бы не мой тренер, я бы не выиграла. Мы готовились очень долго. Я рада, что я поучаствовала в таких соревнованиях. У меня есть шансы на победу. Если я выиграю, то смогу участвовать дальше на соревнованиях. Из зрительного зала раздаются овации. Поддержать борцов пришли родители и друзья. Спортсмены показали отличные результаты и блестящую технику. По словам организаторов, многие ребята имеют шансы побороться за медали на региональных и всероссийских соревнованиях. Ксения Гуденко, Михаил Попов. Анапа. Регион.